Добро пожаловать! Добро пожаловать! Расскажи, пожалуйста, какими судьбами здесь оказался, чем занимаешься, что делаешь, ну и что будет нас ожидать в ближайшее время? Чем я занимаюсь? Занимаюсь я всегда одним и тем же, как знают зрители и слушатели славянского радио, восстановлением и утверждением нашего родового обычая, нашего ведического миропонимания в жизни. Здесь что делаешь? Добро пожаловать! И, соответственно, мы, как наши предки с самых древних времен делали, общаемся с Солнцем, возносим ему свою славу, свою хвалу. Для чего? Для того, чтобы оно было добрым и время ярого солнца, которое пробуждает жизнь и силу, животворящую в земле, уже заканчивается. И сейчас приходит время взрослого мужа, время дашь бога. Иерила заканчивает свое бытие в эти дни и символически отправляется через краду в Ино, то есть в иные миры, до следующего года. И наступает пора дашь бога. Мужа зрелого, который не оживляет землю, а уже вместе с землей начинает выращивать урожай, потому что земля была солнцем согрета, оплодотворена, и пришло время взращивания плодов. И, соответственно, дашь бог с землей, матушкой, начинает нам выращивать урожай, который мы соберем и прославим следующий лик дашь бога, который станет богом-хорсом во время таусиня или новолетия. И, собственно говоря, в этом сегодняшний основной смысл этих празднеств, которые мы делаем на Купальскую неделю или на Купальские дни. Здесь присутствует несколько представителей разных традиций славянских. Есть и родноверы, есть и язычники, есть и ведисты, есть староверы, то есть по-разному можно называть. Как удалось в этом году на Купалу собрать столь внушительное представительство? Ну, оно, наверное, внушительное, потому что как-то сами люди у нас, которые коммуницируют между собой, они очень тяжело могут договариваться, когда их хотя бы немного больше двух. Ну, и, как правило, двое человек с трудом договариваются. Ну, как-то приложив, наверное, достаточно большие усилия и поубавив своей амбиции, мы предложили, потому что изначально организаторами данной Купалы выступили мы, как Содружество Общин Кола Яра. Точно так же те объединения, как Велесов круг, были приглашены стать с нами вместе соорганизаторами данного праздника, и это приглашение они приняли, которое мы, в общем-то, в течение достаточно долгих бесед умудрились достичь согласия о том, как это будет проходить, как мы будем взаимодействовать, и результатом это вот как раз то состояние празднества, то состояние взаимодействия, которого нам удалось достичь. Ну, и, собственно говоря, как я во многих эфирах славянского радио в Школе Родовой Мудрости говорю, что нам надо искать способы взаимодействия, а не способы разделения, потому что, когда кто-то говорит «я больше, вы меньше» или «я лучше, вы хуже», ну, значит, никогда лада на нашей земле не будет, а задача как раз достичь того уровня лада, который позволит нам вместе созидать, и это одна из важнейших задач, к которой мы стремимся. На первый взгляд, удалось объединение или есть какие-то терки, противоречия? Ну, я бы не сказал, что есть какие-то терки, противоречия, потому что мы не восторженные юноши, мы все-таки достаточно взрослые люди, и понимаем, что как бы мы ни желали, то другие люди не будут именно таковыми, каким хочется нам. У нас есть определенные, скажем, может быть, разночтения, я не скажу... Свои взгляды, да? Да, свои взгляды, я не говорю расхождение, скажем, разночтение тех или иных движений, что касается в целом славянской, русской, ведической и языческой, в том числе, традиции. Но это не мешает нам всем обратиться к богам, предкам нашим славным, обратиться к солнцу нашему, которое греет землю, ну и все-таки прийти хоть в малый или, если удастся, в большей степени объединения. Это не значит, что мы все стали едины с сегодняшнего дня. С троем стали ходить, да? Да, да. Ну, у нас просто, скажем, стало больше все-таки взаимопонимания и меньше противоречий. Это, я думаю, большое достижение, потому что и язычников, и родноверов, и ведистов часто обвиняют в том, что они не способны договариваться, а только способны оскорблять друг друга, не пытаясь даже хотя бы в минимальной степени услышать. А тут мы говорим, а фиг вам, товарищи, удается, да? Ну, собственно говоря, в этот раз, да, мы в определенной степени пришли к согласию, ну и будем учиться и дальше, потому что, скажем, третьего пути у нас нет, у нас есть путь либо договориться, либо исчезнуть. Поэтому мы будем искать способ договариваться, искать способ проявить правду в более четком высшнем понимании и через эту правду утвердить наш ход, наш путь по жизни. Да, многие, когда начинают между собой раз приустраивать, совершенно не понимают, а может быть не хотят понимать того, что Солнце всех воспринимает, какие мы есть, Солнце одно на всех, что роды у нас так или иначе все едины, и когда мы начинаем делиться, чей род лучше, чей род хуже, чей, чья традиция лучше, чья хуже, мы себе оставим так в положении неких баранов, которые бодаются рогами непонятно для чего и непонятно зачем. И сейчас наступило время именно объединения. И как раз вот эта купала, где присутствует, на то взгляд, сколько человек? Ну, я думаю, как минимум тысяча, но, в общем-то, народ еще продолжает подъезжать, так что я думаю, народу будет больше. Я не берусь сейчас судить, потому что в этом году очень большая активность организаторов, и у нас там как минимум пять больших купал вокруг Москвы, и поэтому народ немножко разъезжается. Ну, мы с каждым рады, рады каждому, кто приезжает, потому что с каждым приехавшим мы все равно будем стараться найти общий язык и как бы объединиться в радости единого делания, единого события там на обряде, на Купальском, который, в общем-то, один из сильнейших и важнейших в Кологодии. Ну, я бы так твои скромные слова все-таки опроверг. Мне кажется, по палаткам, по количеству машин здесь намного больше тысячи. Ну, ладно, так вот, я хотел сказать, что если здесь присутствует такое количество людей, это хороший показатель того, что сработал призыв объединения. Давай поговорим о том, какие мероприятия здесь происходят, кто здесь еще участвует, кроме названных тобой общин и лиц, и кого сюда удалось пригласить, может быть, что-то уникальное здесь? Ну, насчет уникального я, наверное, не скажу, потому что тут достаточно много разных людей. Кто-то приехал просто посмотреть, кто-то приехал попытаться или вообще приобщиться к обычаю нашему родовому. Поэтому уникальность, я думаю, в том, что нам удалось найти и договориться на проведение праздника в таком месте, где изначально есть очень хороший и вид, и река, и возможность правильного взаимодействия с небесами, потому что мы поставили капище, мы собрали большое количество людей. А так, естественно, я не скажу, как бы вот следуя, как там в том контексте, что этот более уникальный или менее уникальный. Тут все люди уникальны, я поэтому смотрю на все происходящее по-своему, с радостью, и не побоюсь этого слова, с восторгом. И самое уникальное – это то, что мы собрались и сможем свить, собрать хороший обряд через этот обряд, значит, и сможем много добра сотворить на своей земле. Здесь происходит несколько, уже так вот, серия прям именно речений, и они проходят в разные стилистике. Вот что ты про это можешь сказать? Не является ли, вот опять же, тем, кто будет смотреть, скептиком не является ли разное проведение обрядов именно речения, какое-то сильнее, какое-то слабее, какое-то правильное, какое-то неправильное? Ну, тот вопрос не в том, что это сильнее или слабее, одна стилистика или другая. Вопрос, как я уже говорил в беседе о школе родового умности, вопрос в уровне ведания тех людей, которые производят именно речения. Потому что на сегодняшний день наше движение, не побоюсь этого, не конкретно наше, а движение славян, русов, родноверов, ведестов, оно находится на достаточно высокой степени модности, и приезжает очень большое количество людей, которые просто хотят, ну, как-то познакомиться, как-то еще, ну, и как интересный элемент для себя, они пытаются принять именно речение, ну, как некую дополнительную опцию, которая, может быть, им пригодится, может быть, нет. Поэтому и сам обряд именно речения иногда не имеет той необходимой силы, потому что люди не настроены на правду. Ну, и сама схема, так как условно желающих, но не понимающих, что с ними происходит, достаточно много, сама планка, она немножко снижается в связи с этим. Поэтому тут не вопрос, плохо это или хорошо. Если человек принял именно речение, стал следовать родовому обычаю, традиции, значит, имя у него утвердилось. Если нет, ну, значит, это одно из забавных событий, которое с ним произошло. И, собственно говоря, это и есть ключевой момент. Сила тех, кто производит именно речение, и отношение самого человека. Потому что вот из этих двух хипостасей складывается качество и самого хода человека, и качество самого именно речения. То есть, получается, естественно, что тот, кто нарекает, неважно, жрец это или ведун, или волк, можно разными именами называть, не будем сейчас углубляться, оно одно из главных, но все-таки намного важнее именно отношение человека. Как он это воспринимает? Как некий модный тренд, такой словечко, да, можно употребить гадкое, когда это, ну, просто модно и хорошо бы, или, а вдруг поможет, да, а вдруг там от болезни спасет. Или все-таки человек погружается в это и живет уже по совести, живет в ладу с природой, чтит заветы предков, чтит наши обычаи, обряды. Наверное, это вот, ты же сказал, это более важно. Ну, мы неоднократно уже к этой теме возвращались, и, собственно говоря, сейчас я просто на коротке могу максимум повторить. То, что, да, пока каждый из нас не осознает, что сила наша в едином делании, в единстве понимания, через это мы можем сообща, сотворять нечто большое на земле. А для того, чтобы сотворять, я повторюсь, надо в какой-то момент напрячься, оторвать свою задницу от дивана и начать делать с кем-то из родовичей что-то, то, что устроит всех, ну, постараться хотя бы договориться первично, и то будет уже большая польза. Здесь было построено капище. На твой взгляд, капище соответствует купали или соответствует вообще в широком понятии слова капище? Ну, оно, естественно, построено по содержанию, практически по всем общим канонам. Там просто у разных объединений есть немножко разное понимание этого процесса. Какие-то общины просто используют поляны в лесу, ничего там не делая. Вот. А если, как бы, брать историческую реконструкцию, то да, оно соответствует всем практически канонам древних капищ, которые похожи, которые были на всей территории проживания славянских, русских, на тот момент еще племен. Поэтому оно, может быть, единственное, немножко отличаться, потому что количество людей все-таки велико, велико, и чтобы у всех была возможность встать вокруг капища и в достаточной степени взаимодействовать во время обряда, оно сделано чуть больше, чем обычное общинное капище. Ну, просто, скажем, это племенное, мы могли бы сказать, капище центральное, там, где живет полторы, там, две, три, пять тысяч человек, и куда они собираются, там, несколько раз в год, чтобы сообща прославить богов и вознести добрые слова своим предкам. То есть это не просто бутафория на время проведения праздника, а это и серьезное праздничное капище, которое в дальнейшем может стать уже посещаемым капищем, где что-то может происходить уже в дальнейшем. Правильно я тебя понимаю? Совершенно правильно, по крайней мере, надежда у нас на это есть, хоть и известно достаточно много противостояний между, скажем, людьми, которые следуют родовому обычаю и представителями других конфессий. Я надеюсь, что мы в данном месте никого стараемся не задевать, и не потому, что мы там боимся, а просто нам нет необходимости разрушать тот лад, который есть у нас, противостоя с другими конфессиями. Мы не мешаем им по-своему обращаться к Богу, к богам. И хотелось бы, собственно говоря, такое же ровное отношение было бы и у них к нам. А дальше, собственно говоря, наше общее действие, сила каждого направления, она себя проявит и покажет. Мы не сомневаемся в том, что мы хорошо делаем, обращаясь к своим предкам, обращаясь к родным богам, взаимодействуя с силами природы. Почему? Потому что через это мы взаимодействуем с окружающим миром, не с точки зрения потребления от него, а с точки зрения создания хотя бы минимального лада или гармонии, как любят люди говорить, с окружающим миром. Когда ты стал говорить про то, что никому мы не противостоим, то мне сразу в голову пришли те моменты, когда приходят добрые люди с бензопилами и начинают разрушать вот такие деревянные, кто-то называет идолами, кто-то называет кумирами, неважно, как называют, вот эти деревянные строения, где на капче ставятся. Мне в голову приходит такая мысль, если вы воюете с наследием своих предков, то в этом случае какими же идиотами вы в этом случае являетесь? Ведь известна фраза, если вы в свое прошлое стреляете из пистолета, то будущее отвечает выстрелом из пушки. Подумайте, это наше наследие. Неважно, сейчас вы находитесь в традиции, это наше наследие. Вы должны его, хотя бы должны, с точки зрения всей разумности, уважать как минимум. А скажи, пожалуйста, с властями, с теми, кто здесь курирует эту территорию, была какая-то договоренность? Ну, естественно, как большое объединение людей, там, неважно, где собирающиеся, оно находится под пристальным взором любых властей, поэтому мы в первую очередь постарались выстроить с ними правильное взаимопонимание, взаимодействие, и, собственно говоря, получили разрешение на проведение Купальского фестиваля, как мы назвали нынче наше празднество. Но оно таковым и является, если с точки зрения, потому что это, да, событие, которое происходит один раз в год, на нем собирается большое количество людей, занимается различными интересными делами, поэтому внешняя форма фестиваля здесь совершенно приемлема и возможна. А то, что здесь будет построено вот такое сооружение, капище, об этом был разговор? Ну, тут, как бы, мы говорим, что все, что мы делаем здесь, мы говорим, это временно, поэтому какая-то часть капищных строений мы, очевидно, демонтируем, оставив сутевую основу, там, камни, ров, ну, чтобы была возможность, там, периодически, как ты говоришь, людям приезжать здесь и обращаться к тем предкам, к тем богам, которыми они хотят. Ну, и мы надеемся, что это получит продолжение и сам фестиваль, и возможность взаимодействия, поэтому тут нет такого, просто, я говорю, была договоренность, что мы все, что мы делаем, мы потом приводим в первоначальное состояние. Просто место для капища выбрано так, что оно, собственно говоря, не мешает той деятельности, которая велась на этой земле до того, как мы здесь появились. Вот я здесь, сколько не нахожусь, я смотрю по сторонам и не вижу каких-то пьяных, бесцельно блуждающих людей, угрюмых, валяющихся в кустах, там, и все такое, грязи здесь не вижу особо никакой, но в это же время я не вижу представителей органов надзора, то есть полиции или кого-то еще. Как удается сохранять здесь порядок и чистоту при таком большом массовом сборе народа? Ну, у нас просто изначально настрой был на проведение доброго и правильного праздника, естественно, мы обратились и в органы правопорядка, чтобы, если у них есть необходимость и желание, чтобы они прислали своих сотрудников, которые могли бы здесь находиться в постоянном режиме, вот они сказали, что по большому счету в этом у них нет особо необходимости, они приезжают дважды в сутки, смотрят, что ничего противоречащему празднеству у нас не происходит, и, собственно говоря, мы с добрым отношением друг с другом расстаемся, каждый дальше продолжает заниматься своим делом. То есть приезжает патрульная машина, проехали, посмотрели, ручкой помахали и поехали свои дела дальше делать. Не отрываете людей от дела? Ну да, просто мы имеем все-таки достаточный уровень понимания, который позволяет нам соорганизоваться так, что не быть разрушителями, а находиться в достаточной степени позитивного созидательного взаимодействия. Некоторые зрители, слушатели, которые наслушались, начитались каких-то бабасинок про славянские праздники, наверное, хотят задать вопрос, когда же оргии начнутся? Когда же эта вот изюминка-то будет? Ну, есть определенное количество людей, писак, так называемых журналистов и прочих, которых, собственно говоря, одна задача, как правило, чаще всего оплаченная кем-то щедрым, непонятным дядей, заключается в том, чтобы очернить наследие наших предков, чтобы разорвать вот эту непрерывную связь поколений, через которую только род, собственно говоря, и черпает свою силу. Если, то тут всегда возникает два противоречия. Все знают, насколько целомудренными были наши предки. Что, как сказать, сохранение целомудренности для девушки было на уровне практически жизни важно. И вдруг нам заявляют, что там практически чуть ли не на любом славянском празднике, там, как они говорят, там свальный грех и все прочее. Ничего подобного, конечно, не было. Там, это же, тут, суть этого праздника, это взаимодействие мужского и женского начала, как в людском понимании, а в плане глобальном взаимодействие Солнца и Земли. И, собственно говоря, все игрища, все хороводы, они как раз символизируют слияние двух сил для рождения силы третьей. И, собственно говоря, в этом и есть, наверное, один из ключевых моментов и смыслов и славянских праздников, а купальского праздника в особенности. Потому что суть двух сил, которые созидают все миры, это то, что мы для себя видим в мире, как мужское и женское начало. То, что у нас существует множество традиций, и эти традиции представлены, как купальские в частности, в разных регионах и проходят в разное время. Вот твое отношение, то, что у нас, получается, купалы тянутся чуть ли не целый месяц, да, вот так если разобраться, ну, две недели вот точно в разных регионах, кто-то прям начинает праздновать до солнца, до солнечного солнцестояния, а кто-то вот уже там в июле даже заканчивает и приходится у них пик. Вот твое отношение, как ты думаешь? Ну, я думаю, что страшного особо ничего в этом нет, если это совсем не мешает той, условно, трудовой деятельности, которую осуществляют люди, ну, потому что мы не можем бросить, естественно, все дела, у нас есть масса забот для того, чтобы продолжить, как минимум, свое существование в этой жизни, вот. А так, просто есть Григорианский и Юлианский календарь, есть определенный элемент, то, что, как бы, христианская конфессия в начале своего шествия по нашей земле старалась сводить некоторые праздники воедино, откуда, собственно говоря, и возникло это название Ивана Купала, потому что они выбрали временем рождения Иоанна Крестителя, насколько я помню, 25, по-моему, июня, и, соответственно, по старому календарю. И, соответственно, произошло смешение, смещение вот этих праздников. И когда календарь поменялся, точно так же, как мы празднуем по нынешним временам праздник, называемый Новый год, и, опять же, через 13 дней, через 2 недели мы празднуем Старый Новый год. И тут, я думаю, нет в этом противоречий. И пусть люди празднуют 3 дня сегодня, и, условно, солнце катится, а с горки уже, с верхней точки начинает спускаться, мы все равно Его славим, величаем, мы все каждый день к Нему обращаем свой взор. Поэтому тут нет, скажем, ничего плохого. Есть, может быть, определенные там даже не противоречия, а разноголосица, что эти говорят, что лучше тогда, а лучше тогда. А я говорю, каждый день обращайтесь к родным богам, и тогда будет с вами и правда, и сила, и стезя праве. Разговаривал с одним человеком из Омска, я говорю, как вы к этому? То есть, говорит, хорошо отношусь, два раза празднуем, два раза богов славим, на солнышко лишний раз обратите, лишним не будет, да, когда лишний, лишний, это как раз очень хорошо подходит. Говорит, ну, сначала к родноверам сходим, потом, говорит, к инглингам сходим, а там между этим делом еще что-нибудь устроим. Хорошо, говорит, у нас живется в Омске. Ну да, ну, бывает, что часто людей, которые вроде бы ходят туда-сюда, обвиняют во всеядности, но тут я не думаю, что это можно было бы назвать всеядностью, потому что это не противоречит изначальному укладу, что мы должны стремиться к кладу и жить в единстве. И мы все равно к этому придем, несмотря на то, что огромное количество, наверное, недоброжелателей хочет иного, то есть пытается отнять у нас нашу силу. Но мы свою силу соберем, сохраним и продолжим свой путь по стезе праве и жизнь своей вечности. Когда ты говорил про всеядность, я так напомнил, сначала сходил в синагогу, потом сходил в мечеть, в конечном итоге, значит, после церкви решил пойти на капище. Да, а потом еще пошел в Чебуречную. В Чебуречную и там набрался до конца, чтобы уже домой на рогах, на бровях приползти. Хорошо, значит, капище построено, начинается основное действие, что там будет происходить? Во сколько начинается, что там будет происходить? Ну, основной обряд у нас объявлен на 7 часов, но так как тут, с одной стороны, поощряется разгульность, некое вольное времяпрепровождение, значит, я думаю, народ, скорее всего, соберется к 8 часам. Ну, и, собственно говоря, соберется народ, придут обрядодеи, на капище совершат зачин и построят обряд, соединят кола, склепают, соединят и вознесут требы добрые. Яриле, который отправился в Вино, и даже Богу, который приходит ему на смену, собственно говоря. Это и есть, ну, и все люди, которые вокруг присоединятся к этому действию, чтобы единство наше возрастало и обретало силу. То есть народ не будет безмолвствовать, будет участвовать? Ну, суть обряда, что мы ряд ставим земной, и ряд земной соединяется с рядом небесным, значит, с богами родными. И оба ряда встают в единстве. Если этого нет, то, значит, и ряд не возникает, и обряд не строится. Любое наше действие, ну, скажем так, которое я знаю, сопровождается стихией огня. В данном случае огонь очень, наверное, активно будет проявлен, и не только на капище. Скажи, пожалуйста, происхождение этого огня, как просто подошел, зажигалкой чиркнул или спичку там бросил? Ну, как правило, если в общинных обрядах мы сейчас используем кресало, то есть кресеньем, трением добывается огонь. И чаще всего на купалах точно так же делается специальный станок, который, в общем-то, имеет историческую реконструкцию. И там люди трением, вращая бревно о бревно, добывают огонь. Просто в этом году немножко мы припозднились с организационными хлопотами и не сделали такой станок. Значит, будем добывать кресеньем, кресалом этот огонь. Будем высекать искру. Высечем искру, и через нее возгорится добрый огонь на капище. Хорошо, так, пройдет в кругу это мероприятие. Слабогов пославим, пообщаемся, создадим обряд. После этого что будет происходить? Ну, после этого все люди, кто участвовал в обряде, обряд на этом не заканчивается. Называется то, что, как культурологи, этнографы говорят, мистерия. Люди пойдут на поле, будут водить хороводы. Женщины и мужчины разделятся на два начала. Символизируя разделение перед соединением. Мужчины отправят вино через возложение на краду изготовленного из травы чучела. Чучела куклу Яра, Ярилы, которая отправится в вино. И потом с боем у женщин, ну, с боем, это, естественно, шутка, это шуточные все бои, это все шуточные действия, это, так сказать, мистерия развлекательная. Кружение хоровода и все прочее. Отберут у женщин березку, ну, и, собственно говоря, утопят ее. Интересно, да? Да, ну, и, собственно говоря, тоже отправят ее в вино, чтобы она там с Ирилой встретилась. Ну, а потом, так как празднество будет продолжаться, возьмут колесо, зажгут его, искатят с горы воду, и, соответственно, огонь с водой соединится, и родится нечто третье. Это пар, то бишь дух, который проявится от соединения небес и земли, в данном случае огня небесного и воды земной. Ну, и потом зажгем, естественно, купальц, вокруг которого будем водить хороводы и радоваться, смотреть, как восходит огонь, искрами поднимаясь с высоко в небо. Когда ты говорил про сожжение, символическое, символическое куклы, то мне вспоминаются некие упреки со стороны церкви о том, что, ну, вот опять там эти язычники занимаются чернохой, палят похожего на человека какую-то вот тут куклу, и что же такое, как небесовщина? Ну, как бы, обвинение в бесовщине, если мы будем к ним подходить, скажем, около... Можно больше, да, предъявить? Нет, не только нам, я имею в виду, в обратную сторону их можно предъявить значительно больше. Но мы этого не будем делать, потому что каждый стремится по мере своей, и чтобы не попадать в морок непонимания и тьмы, мы говорим, мы ищем, мы учимся, мы понимаем. Просто наши предки так делали, и в этом есть очень глубокая символика, потому что через вот это взаимодействие, как в одном из последних эфиров Школы Родовой Мудрости я говорил, что мы постепенно возрастая, встраиваемся с одной стороны в природные циклы, потом встраиваемся в циклы, можно сказать, космические, которые позволяют нам более четко ощущать происходящее с самим миром и с нами в окружающем мире. Поэтому мы этому следуем, понимая внутреннюю составляющую, внутренний смысл всех этих действий. И по мере своего понимания, естественно, доносим до всех участников, чтобы они не слепо следовали неким внешним формам, но понимали, в чем смысловая составляющая, что мы настраиваемся. Капище в этом плане точно так же это место, которое позволяет настроиться, войти в единство со своими предками, потому что одна из ключевых позиций нашего родового обычая – это осознание своей непрерывной связи со своими предками, с которыми ты имеешь единство по своей крови, как минимум. То есть это все-таки не такой акт инквизиции, сжигания чего-либо, это несколько другой, более глубинный смысл получается здесь? Ну, естественно, тем более это Ярила, это же не как бы человек, просто стремление обычное древних людей, и не только русских и прочих, каким-то образом создать антропоморфное изображение божества. И тут просто это ни больше, ни меньше, потому что Ярила – это просто ярая божественная сила. Просто считается, что вот со времен Камоедица, со времен Камоедица весеннего равноденствия Каляда молодой божьей становится Ирилой, он начинает женихаться, пробуждать землю и являть силу ярую, которая свойственна любой молодежи. И когда проходит время, вот эта сила Яры себя не то что исчерпывает, но она переходит в другое качество, как река текущая с горы, постепенно становится шире, глубже, но и сильнее. И точно так же происходит с любым человеком, ярая сила меняется на силу созидательную быструю, и, соответственно, Ирила мы воспринимаем как даже Бога. И в данном случае мы прощаемся не с неким антропоморфным, человекообразным существом, мы признаем, что время проходит, и мы переходим в новое состояние. Соответственно, мы просто говорим, что сила Яры в нас меняет силу добрую, созидательную. То есть сила Яры меняется на силу добрую и созидательную. Ну, есть и традиции, где обходится без кукол, где просто хороводы какие-то устраиваются, колесо катают, кто-то меч перуны использует. Традиций много. Почему именно вот мистерии с Ирилой, надо еще, наверное, тоже ответить, почему именно эта мистерия была взята за основу? Ну, просто как мы тоже неоднократно говорили в школе родовой мудрости в наших беседах, что страна у нас велика и необъятная, и она уже достаточно давно такая. И надо понимать, что каждое племя имело тот или свой уклад, который немножко отличался один от другого. И мы, как бы понимая это, точно так же не пытаемся сказать, что... Просто то, что мы описываем, вот этот обряд, он как раз свойственен центральноевропейской части, вот центрально равнинной части России. Потому что на Украине немножко другой, там на севере, в новгородских землях тоже немножко другой, на Урале тоже немножко другой, или там в Древней Тартарии тоже немножко другой. Но это не говорит, что это противоречивые обряды, потому что смысловая составляющая следования коллагоду, она везде была одна. Просто вот эти внешние формы, они такие. Потому что по варновой своей составляющей каждый человек воспринимает обряд на уровне своего понимания. И, соответственно, наша задача, чтобы каждый был включен в обряд. И поэтому, если у человека достаточно слабое чувственное восприятие, неразвитого воображения, еще что-то, ему нужна внешняя форма, чтобы соприкоснуться с обычаем предков и в нем поучаствовать. И, собственно говоря, сам обряд мной лично воспринимается именно в том ключе, что он дает возможность всем варно, всем уровням состояния сознания соприкоснуться с обычаем предков. А это ключевая позиция, как я сказал, нашего родового обычая взаимодействия и ощущения непрерывной связи с нашими предками. То есть, используя эту мистерию, мы получаем в данном случае следующий результат. Во-первых, мы восстанавливаем то, что центральной России было свойственно в какое-то время, ну, не уточняем на случай какое-то время, просто было свойственно здесь. Во-вторых, вот эти образы дают представление даже тем, кто с образностью не очень хорошо дружит, да? Ну, а тем, кто глубоко образный, они могут себе представить нечто другое. В принципе, не отвергая то, что сказал, на западе, на востоке, на севере, на юге. У каждого есть свои традиции, и, пожалуйста, если хотите, следуйте им, никто вам мешать не будет, и даже будем радоваться за вас. Ну, собственно говоря, я к этому говорю. Просто я все-таки, как всегда, не боюсь повторять, и повторяю, что я сторонник в большей степени современного прочтения нашего родового обычая. Почему? Потому что реально за последние тысячи, полторы тысячи лет мы достаточно сильно изменились, и наше миропонимание, и наше мировоззрение, и наше мировосприятие очень сильно изменилось. И, соответственно, в достаточной степени изменилось движение сил, которое нас окружает в нашем обычае, это, значит, родных богов, наших светлых предков. И мы должны опять стремиться к тому, чтобы осознать вот это изменение, понять, каковы мы сегодня, и как нам двигаться в изменившемся мире, чтобы следовать, с одной стороны, родовому обычаю, а с другой стороны, не уйти мимо потока жизни, который течет, непрестанно меняясь. Так, хорошо. Когда будут знаменитые купальские купания, когда будут хождения по углям, или в этом году не планируется? В этом году, наверное, хождения по углям мы не сделаем. Почему? Потому что, как, с одной стороны, ничего сложного в этом нет, но я сторонник того, что там, где есть некие пограничные состояния, там должен быть человек достаточно хорошим, хорошим профессионалом, слово мне не нравится, но хорошо понимающим то дело, которое он делает. Я не скажу, что я могу это сделать, но в данном случае я в мистерии этого делать не буду. А тот человек, который мог это сделать, к сожалению, там по семейным причинам он приехать не смог. Поэтому мы не будем полить пятки у наших людей. Как правило, конечно, это не происходит, это так, в форме шутки. Ничего страшного в хождении по углям нет, и тонкое тело наше достаточно хорошо чистится и перестраивается во время хождения по углям. Но в этот раз не будет, а с первыми лучами солнца девы отдельно пойдут, видимо, так, и скупаются в реке, а потом уже мужи тоже купальские действия свои исполняют. Ну хорошо, а прыгание через костер? Прыгание через костер, безусловно, будет. Там будет сделано три обрядовых небольших костра, через которые будут прыгать люди и в одиночку, и парами, для того, чтобы почиститься, соединиться, взаимодействовать с духом огня и почистить самих себя. То есть традиция, которую ты представляешь, что означает прыжки через костер? И как они должны проводиться? Какие пары могут участвовать? Один ли человек? Или там можно гурьбой целый? Нет, ну я не скажу, что там они что-то символизируют особо широко и глубоко. Они просто, это возможность как бы ощутить силу огня, очиститься от навий, от лярв, от морока в той или иной степени, потому что, как я, может быть, достаточно часто повторяю на обрядах, я говорю, есть некто среди нас самый честный в обряде, который не позволяет нам уклоняться со стези правы. Это огонь. И в данном случае взаимодействие с огнем, потому что он правдив по отношению к миру, безусловно. Если это горит, значит, при сожжении оно будет сожжено. И мы точно так же, смотря на огонь взаимодействия с ним, в общем-то, пытаемся избавиться от некого своего непонимания и, в общем-то, перейти, наверное, на более высокий уровень правды. Ну, данная глубина, может быть, не преследуется всеми прыгающими, но большинство, по крайней мере, испытывает радость от приобщения к родовому обычаю, и в этом обычае хочет себя осознавать и двигаться. Купальские дни, вот как раз вот это приобщение, когда производится здесь, являются ли они еще по ходу объединением не только мужского, женского, вот с точки зрения глобального, а с точки зрения вот конкретно вот этого молодого человека, вот этой девушки? Или это так просто игра и не более того? Нет, ну, наши предки, собственно говоря, совсем недавние, может быть, сто лет назад, я сейчас, может быть, не вспомню те правильные слова, которые употребляли даже недавние предки, но смысл такой, что юнаки, юницы, парубки, отроки, девицы, они всегда ходили друг на друга смотрели, потому что была надежда, ну и, соответственно, символ молодости, это желание встретить своего суженного или свою суженную, соответственно, они ходили, смотрели, приглядывались, и возможность вот этих игрищ, ерене, удалых каких-то показателей всегда выявляла тех юношей, которые, допустим, являются желанными женихами, и точно так же те девы, юницы, которые там красиво двигались, правильно одевались, точно так же могли быть признаны более желанными невестами, и там через какое-то время после купала, бывало, засылали сватов, чтобы в Навалете уже справить свадьбу после сбора урожая. То есть традиция, которой ты придерживаешься, она говорит о том, что здесь мы присмотрелись, потом сватов договорились, все ладненько обсудили, и уже как раз после сбора урожая, называют еще Любомиром или там другие названия есть, как раз вот уже перейти к свадьбам, то есть это традиция, которая тебе близка? Ну, она, как бы, это обычай все-таки, как я называю, потому что традиция, опять же, немножко сказать, тоже наше обычное бытие, которым жили наши предки, долгое время, там, века, тысячелетия. И, собственно говоря, в этом же обычае находимся и мы, но, опять же, понимая, как изменилось время и как все трансформировалось. Но это не значит, что мы должны отринуть проверенные веками устои, мы просто должны их переосмыслить и понять, что одна из основных наших заповедей – это хранить свой род. это значит, каждый из родовичей, каждый из следующих путем родового обыча должен находить способ, чтобы его род и роды, которые находятся в едином поконе, на единой земле, продолжились в вечности. И в этом одна из основных задач любого человека, следующая родовым исконным, родовым поконом. То есть не разрушать, а именно созидать, восполнять, чтобы рода процветали. Вот это вот основная задача. И вот эти вот все празднества, они так или иначе к этому нас и подводят, чтобы все осмыслить. И через ведание, понимание, можно было набираться мудрости, то есть с ведущими людьми и продолжать свои рода. Хорошо. А что будет нас ожидать завтра? Те люди, которые вот всю ночь будут гулять, веселиться, праздновать, хороводы водить, плясать, песни петь. Что завтра? Ну, по большому счету, вот мы уже не первый день здесь. Люди и прошлую ночь пытались веселиться, но, естественно, не так долго. А нынешняя ночь, она практически вся пройдет в игрищах, песнях, плясках, купаниях. И когда люди встретят солнце и увидят, что оно взошло, значит, движение кола года продолжилось, они, я думаю, спокойно, уставшие и счастливые, отправятся спать. Ну, и завтра уже, как люди современного мира, начнут разъезжаться по домам, чтобы сохранить вот эти впечатления, вот эту возможность, как минимум на полгода. Это он скажет, что вы опять впрячься в этот плуг, да, такой работы и по-арабски пахать. Нет, друзья мои. Пока вынуждены, пока вынуждены, но не пахать, а зарабатывать хлеб на сущие. Ну что ж, у нас есть традиция, когда мы в заключении желаем нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, хорошее, ну, есть возможность это приобщить к празднеству, к купалы, ну, кто-то называет хорсом, кто-то купалы, ну, в данном случае это к празднеству, да, так скажем, общим словом. Ну, купала происходит от слова купа, в первую. Купала происходит в первую очередь от слова купа, да, начало. Это значит полнота, это вышняя точка солнцестояния. Поэтому мы придерживаемся не календарей, а, собственно говоря, движения солнца. И тут никаких, как достаточно популярна формула, нет религии выше истины. Поэтому, что бы мы ни выдумывали, оно может немножко не соответствовать истине. Поэтому наша задача во всем все-таки добиваться понимания истины и высшей правды. И поэтому всем родовичам, которые следуют путем родового обычая, я, в общем-то, предлагаю смотреть на себя, как русича, славянина, живущего на нашей земле, тот, который на себя принимает ответственность за то, как наша жизнь течет, как наша земля и наши люди развиваются. И поэтому я, собственно, всем не то, что предлагаю, а в определенной степени призываю, чтобы сила наша, она как раз в том, что мы помним своих предков, то, что мы следуем их заветам и сохраняем их заповеди. Вот к этому, собственно говоря, я всех в той или иной степени призываю или, по крайней мере, предлагаю об этом подумать. Благодарю. Прощаюсь с вами, заканчивая свой очередной репортаж с Купала 2016 под Москвой. Желаю вам всего самого-самого доброго. Напомню, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч и услышимся, и увидимся. Добра. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok